Целый список рекомендаций из 10 пунктов отправятся в различные органы республиканской власти. Перечень предложений определен так, чтобы уровень жизни людей с ограниченными возможностями вырос. Все проблемы, которые упоминаются в списке, определялись республиканской прокуратурой и общественными организациями. Часть из них заключается в том, что многие органы подходят к исполнению программ помощи инвалидам формально, не задумываясь о том, будут ли они работать. Там настолько все прописано четко, осталось дело за малым брать и делать. И делать это не для галочки, как делают очень многие предприниматели в том числе, а делать с учетом потребностей этих людей. Для этого надо хотя бы нас позвать, чтобы мы протестировали, насколько это подходит. К сожалению, общественники могут только привлекать внимание к различным проблемам, связанным с программой «Доступная среда». Контроль за исполнением берет на себя Крымская прокуратура. Ведомство общается с волонтерами, изучает проблемы, а затем принимает меры, необходимые для решения задачи. Чтобы упростить процесс обмена информацией между прокуратурой и общественниками, проводятся открытые форумы по вопросам инвалидов. Учитывая, что 2018 год волонтера, ведомство пошло дальше. Форум превратился в целый марафон, который называется «Помогать и защищать». Предлагается в экспертном сообществе обсудить состояние дел в сфере соблюдения прав инвалидов. Результаты работы по разрешению проблемных ситуаций, которые были вскрыты на третьем открытом форуме прокуратуры республики, рассмотреть новеллы законодательства о мерах социальной поддержки инвалидов. Разумеется, главные барьеры, которые становятся на пути у инвалидов, возникают в сфере медицины и социальной поддержки. Людям с ограниченными возможностями порой приходится бороться за право получения льгот, единоразовых или постоянных выплат, а также пенсии. Пробираться через тернии приходится и для получения тех или иных лекарств, формы терапии и даже технических средств реабилитации. По той простой причине сложно, что нужно грамотно прописать эту программу, опираться на те консультации, которые дают врачи, те, которые компетентны, есть, к счастью, такие врачи, и включать все это в ИПР. А у нас очень часто сталкиваются семьи с тем, что просто не включают в индивидуальную программу. Ярким примером этой проблемы могут служить трое детей-инвалидов. Они страдают от булезного эпидермолиза – генетического заболевания, которое не лечится. Можно лишь избавиться от симптомов. Однако программа терапии не предусматривает множество препаратов и материалов, которые становятся необходимыми. Такие проблемы, к сожалению, не уникальны. Именно поэтому участие прокуратуры жизненно важно для некоторых людей в буквальном смысле. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. ГОВОРИТ aka п Patient Industrial Library. ГОВОРИТ, ПО con смысл с дизvilкном перспективе время – в firingлах в группы, Боже ask? Продолжение следует...